Рина Зелёная В Ташкенте девочка ходила в реальное училище, но когда отца перевели работать в Москву, будущую актрису записали в престижную гимназию фон Дервиса. Там Екатерина быстро привлекла внимание других школьников в собственном необычном поведении. Лазила по деревьям, заскакивала на подножку трамвая, шумела и вела себя, как маленькая разбойница. После школы Зелёная поступила в Московское театральное училище. Правда, как уверяла актриса, случайно. Просто увидела объявление на боре, зашла и прочитала без подготовки драматическое стихотворение. Но чем дальше девушка читала, тем громче смеялась приёмная комиссия. Уже тогда у Рины Зелёной появилась неповторимая мимика и манера речи. Первой профессиональной сценой для актрисы стал любительский театр «Крон» в Одессе. Кстати, именно в этом заведении артистка сократила имя Екатерина, которая не влезала на афишу до четырёх последних букв и стала Риной Зелёной. Также и актриса много выступала на эстраде и радио, где декламировала стихотворения и рассказы для детей. Во время войны Рина Зелёная ездила вместе с фронтовыми бригадами артистов и выступала перед бойцами, за что после освобождения страны из оккупации была накращена орденом Красной Звезды. В Москве Рина Зелёная работала в театре «Не рыдай», который нашла случайно. Затем актриса устроилась в Петроградский балаганчик, а после в Московский театр «Сатиры», где проработала четыре года и перешла в театр обозрений при доме печати, который впоследствии получил название «Театр эстрады и миниатюры». Сегодня поклонники творчества актрисы нередко думают, что Рина Зелёная играла в знаменитом линкоме, но это не так. «Путёвка в жизнь» был первой звуковой картиной в истории отечественного кино. Ирину Зелёную пригласили петь там блатные куплеты. Она исполнила много песен, но из-за технических неполадок в окончательную версию попал всего один эпизод. Вообще, Ирина Васильевна обожала киноискусство и соглашалась на любую, даже самую незначительную сценку. Но иногда её мини-роль привлекала больше внимания, чем главные героини картины. Впрочем, на партнёровой актрисе всегда везло. Ольга Орлова и Фаина Раневская, Татьяна Пельцер, Наталья Селезнёва, Василий Ливанов и Виталий Салон. Перечислять звёзд отечественного кино, с которыми составляла ансамбль «Рина Зелёная», можно до бесконечности. Очень яркой получилась её роль болтливой домработницы в комедии «Подкидыш». Мало кто знает, что изначально этого персонажа в сюжете не было. Но по ходу съёмок «Зелёная» и «Агния Барто», которые написали сценарий картины, решили добавить новую героиню. «Арина» безупречно изобразила её на экране. Позднее «Зелёная» в другой комедии «Весна» переписала под себя роль кремёра, изначально предназначавшуюся мужчине. Она на ходу выдумывала реплики, в том числе ставшую крылатой фразу «Такие губы сейчас не нозят». «Рина Зелёная» и потом нередко импровизировала, и в большинстве случаев новые реплики оставались в финальной части картинок. Например, такие знаменитые шутки, как «Старушка зашла воды попить, а потом хватили с пианины нет». «И с места не сойду, пока не умру, а умру я не скоро» – тоже были творением самой актрисы. В 60-х, 70-х годах «Зелёная» начала часто появляться в детских сказках. «Три толстяка», «Чиполино», «Прекрасную шапочку». Очень рада она была роли черепахи Тортилы в экранизации «Приключений Бюратино». Кроме того, детям отрисованы многочисленные модфильмы, где звучит голос Рины Зелёной, который невозможно перепутать с каким-либо другим. В этих кинокартинах Рина Зелёная нередко поёт. Роли в детских фильмах были насыщены весёлыми песнями, раскрывающими характер персонажей. Последней ролью актрисы стала «Мисс Хадсен» в сериале о Шерлоке Холмсе. В последней части актриса снималась в возрасте 85 лет. Коллегами актрисы по съёмочной площадке стали Василий Леванов, Виталий Соломин, Борислав Брандуков, Борис Клюев, Борис Режукин. Первым мужем Рины Зелёной был юрист Владимир Плюмельфельд. Муж был намного старше её, и именно это обстоятельство вскоре дало о себе знать. Они просто перестали понимать друг друга. Впрочем, Владимир остался другом Рины и её новой семьи. Часто бывал в гостях и интересовался жизнью и карьерой бывшей супруги. После развода у актрисы случился бурный роман со знаменитым журналистом Михаилом Кольцовым. Зелёная была сильно влюблена, но когда артистка узнала, что избранник женат, отказалась разбивать семью и прекратила отношения. Актрисе было тяжело, но как раз в тот момент на коризонте возник Константин Тапуридзе, ставший вторым мужем Рины Зелёной и главным мужчиной в жизни актрисы. Коте, как супруга называла Рина, знаменитый архитектор, спроектировавший несколько ярких фонтанов, которые установлены на московской ВДНХ. Вместе с Риной мужчина прожил до конца собственной жизни. К слову, Зелёная с большим трудом отправилась от потери любимого человека в конце 70-х годов. Арина Зелёная сильно переживала после смерти мужа. Пасынки и актрисы волновались, что у артистки случится инфаркт, и женщина отправится вслед за мужем. При этом на похороны Рина Зелёная не пришла. Актриса не любила похороны, никогда не ходила на это мероприятие в скорби. Главным образом актриса ненавидела поминки, которые переходили в банальную пьянку и стандартные бездушные тосты. Арина Зелёная даже завещала не поминать её после смерти. Актриса приказала кремировать тело сразу после отпевания. Актриса не желала устраивать поминки по мужу, но на этом стоял старший сын. Тогда Арина Васильевна запёрлась в собственной комнате и не вышла к столу. Не пришла Арина Зелёная на похороны собственной подруги, Фаины Раневской. Арина Васильевна помогла Фаине Раневской в тяжёлые годы получить квартиру. За месяц до смерти Раневская позвонила Арине Зелёной и с горечью призналась, что так и осталась в долгу перед благодетельницей. Также актриса помогла жилплощадью клоуну Сергею Курепову, выхлопотала квартиру собственной домработницы. В 1981 году Рина Зелёная написала автобиографическую книгу «Разрозненные страницы». Мемуары актрисы адресованы широкому кругу читателей. Этот роман не столько биография, сколько описание творческого мира, в котором жила актриса. Рина Зелёная рассказывает, с кем актрису сводила судьба и как это действовало на актрису как на творческую личность. В книге описаны реальные личности, знакомые актрисы – Аркадий Райкин, Сергей Михалков, Любовь Орлова, Корней Чуковский и другие. Последние годы жизни Рина Зелёная почти ничего не видела из-за развившегося эстематизма, а также с трудом передвигалась после перелома бедра. Из-за этих проблем с конца 80-х годов Рина Васильевна жила в доме ветеранов кино. Тем не менее, артистка до последних дней сохраняла оптимизм и уникальное чувство юмора. Когда актриса упала в парке и не могла подняться самостоятельно, то воскликнула. «Обратите внимание, здесь валяется Рина Зелёная. Она упала». Также подшучивала актрисой на собственные звания и награды. Когда друзья удивлялись, что Рину Зелёную до сих пор не назвали народной артисткой СССР, Рина Васильевна отвечала, что дадут за 40 минут до смерти. Эта шутка оказалась пророческой. Михаил Горбачёв подписал указ о присвоении Рине Зелёной этого звания 1 апреля 1991 года, а через пару часов актриса скончалась. Причиной смерти актрисы стал рак, который начал развиваться ещё в середине 60-х годов. Актриса не показывала заболевания. О том, что любимая артистка два десятка лет мучается от болезни и боли, поклонники узнали только после того, как Рина Зелёная умерла. Актриса похоронена в Москве на Веденском кладбище. Могила Рины Зелёной расположена рядом с могилой второго мужа, академик архитектуры Константина Тихоновича Таврицы. Продолжение следует...